Итак, мы продолжаем. В студии появляются люди, которые продвигают дизайн, которые развивают сообщество, заказывают дизайн. И мы сейчас, перейдя экватор нашей конференции, приблизились к интересной сессии. И здесь в динамичном формате мы сейчас поговорим с ключевыми представителями экосистемы промышленного дизайна. Я буду рада, если эти пять спикеров в течение ближайших полутора часов к нам присоединяться. Итак, я очень рада приветствовать в нашей виртуальной студии нашего соратника, нашего товарища, внешнего друга, основателя генерального директора Смирнов Дизайн Сергея Смирнова. Сергей, привет! Да, очень интересные дискуссии. Я с самого начала слежу за каждым спикером. Очень интересно, ребята рассказывали про генеративные технологии. Кстати говоря, ваша дизайн-студия тоже подала заявку на членство ВДО. Нам ее уже одобрили уже на сайте ВДО. Я сегодня как раз эту новость приберег. Она у нас с вчерашнего дня официально мы членом. Но вот сегодня можно в этом с хорошим поводом объявить, что да, действительно, основной в дизайне. Теперь член ВДО. Отлично! Мы, кстати, тоже. Национальный центр промышленного дизайна Инновация 2050 ЛАП сегодняшнего дня. Собственно, символично, что именно 29 праздник мы становимся членами большого глобального сообщества. Я не случайно пригласила тебя в начале этой сессии, потому что твой доклад, как мне кажется, он должен задать очень деловой тон и рассказать и о проблемах и перспективах промышленного дизайна. У тебя, как ни у кого другого, очень хорошо получается глобально смотреть на ситуацию рынком. Я оставляю тебя наедине с аудиторией и вернемся потом к сессии вопроса-ответы. Прошу тебя. Я сегодня... Будет мало визуального материала. Я бы хотел порассуждать о промышленном дизайне. Кстати говоря, когда я отдельно отметил, что мы стали членами ВДО, для нас это очень большой почет. И это здорово, когда идет такое объединение глобальное, когда ты можешь влиять, в том числе, на какие-то международные процессы. Но сегодня я хотел бы поговорить в целом о роли промышленного дизайна. А промышленный дизайн, я считаю, это уникальная дисциплина, уникальная отрасль, вид деятельности, который за собой порождает целый спектр процессов, повышает экономический метаболизм, потому что действительно каждый проект промышленного дизайна заканчивается лишь началом целой серии. Целой серии сложных инженерных разработок, сложных технологических процессов оснащения производства, начинаются маркетинговые процессы, создаются рабочие места, создаются движения товарооборота. И в целом каждый такой проект, я думаю, что не менее чем в 10 раз создает вот этот экономический метаболизм. Каждый рубль, вложенный в промышленный дизайн, десятками или сотни рублей потом отражается на экономике. Это очень важно как для государства, потому что это напрямую влияет на ВВП и на конкурентоспособные продукты, которые выпускаются внутри государства. Так, конечно, это важно и для дизайнеров, которые участвуют в этом процессе. И это, конечно, очень важно для предпринимателей, которые, кстати говоря, предприниматели – это самый ценный ресурс будущего. Это редкий дар, талант, он не очень у многих развит, и сейчас очень много на эту тему теоретизируют, как повышать количество предпринимателей в обществе, как делать серийное предпринимательство. Поэтому такого рода процессы, они еще могут помочь выявлять предпринимателей. И, конечно, в итоге это все приведет к конкурентоспособности как продукта, так и к конкурентоспособности в целом экономике. Мы, собственно, с этим предложением достаточно давно уже уходим в различные инстанции. Отчасти нас слышат, и я надеюсь, что это сейчас в новой дорожной карте какие-то уже инструменты. Представляется наше предложение, вот мое предложение, оно очень простое. Любой предприниматель, любой производитель, который заявляет о том, что он должен что-то хочет, намерен разрабатывать, у него есть какой-то здравый бизнес-план, должен получить даже не деньги на промышленный дизайн, потому что это очень такая тема, ну такая спорная, а получить уже оплаченные государством часы промышленного дизайна. Соответственно, это позволит нарастить количество промдизайнеров, практикующих там кратно. Это позволит создать вот эти конкурентные особенности нового продукта, и вообще все зародит. Это очень интересный инструмент, он, кстати говоря, не нов. Эти эксперименты и за рубежом происходили, и даже в России есть, например, на примере фонда Сколково можно увидеть, как просто за несколько лет взрывной рост промышленного дизайна произошел на просторах Сколково. Все резиденты Сколково получают промышленный дизайн с помощью микрогрантов, получают промышленный дизайн, активно этим пользуются. Колоссальное количество новых продуктов, разработанных в последние три года в Сколково. И, собственно, задача просто транслировать эти технологии на всю российскую экономику, на все российские производства, любой там мебельный производитель или производитель бытовой техники, или даже производитель, даже это можно, вот все, что называется продуктом, все может под эту технологию, под эту систему поддержки попасть. Потому что дальше идет работа предпринимателя, дальше идет работа других институтов поддержки. И что очень интересно, промышленный дизайн очень легко контролировать. В отличие от многих неокров, промышленный дизайн всегда имеет понятный визуальный результат. То есть разработать что-то, что не видно, и сказать, что мы тут делали промдизайн, это такое тоже бывает. И у нас такое бывало, когда очень простой какой-то прибор, он где-то занимает какие-то очень технологические позиции, где-то внутри, под капотом. Но, тем не менее, все равно видно, что работал дизайнер, видно, что это какая-то сложная система, которая вписана в комплекс над системой. Но чаще всего, в 99% случаев промышленный дизайн очень визуально понятен, работали здесь дизайнеры или нет. И контроль, кстати, могут осуществлять профессиональные союзы, Союз дизайнеров России, Ассоциации специалистов предметного дизайна и другие союзы, ассоциации. Это может быть очень большая работа по контролю качества. Но самым, я считаю, эффективным способом контроля качества работы дизайнеров может стать роялти. Роялти, которые идут в пользу государства, это могут быть небольшие роялти, но, тем не менее, это объективный способ контроля эффективности расходования таких средств субсидиальных. И, мне кажется, это отличный механизм, потому что именно роялти являются действительно объективным критерием успеха работы дизайнера. Если дизайнер что-то сделал, и это все не было запущено в производство, не было выпущено, то, да, конечно, можно найти кучу виновников, но обычно дизайнер тоже должен понимать вообще, что он делает, для чего он делает, есть ли будущее у этого продукта. Поэтому, конечно, такого рода система рейтингования может послужить отличным критерием повышения рейтинга как предпринимателя, так и дизайн-студии. И я, например, никогда не свяжусь с предпринимателем, который явно хочет просто каких-то там грантаевские схемы использовать или коррупционные. Потому что моя репутация очень дорогая, и у нас каждый проект должен заканчиваться реальным результатом, воплощением. Своё предложение я даже оформил в виде вот такого послания, его можно посмотреть, скачать. И я надеюсь, что такого рода механизмы в итоге будут приходить в наше общество, в наше сообщество промышленных дизайнеров. И, кстати говоря, мы как сообщество дизайнеров очень много сейчас активно работаем над разными программами поддержки. Вот в Минпромторге участвуем с Виталием Ставицким, мы входим в Совет по поддержке промышленного дизайна. И предложения свои высказываем, в том числе и это предложение я высказывал. И очень важное предложение это поддержка с закупкой софта, потому что зачастую софт, он, вот Fusion сегодня рассказывали, действительно очень хорошую грамотную политику ценовую выбрали. Но есть и другие интересные продукты программные, которые необходимо закупать компаниям. И, кстати говоря, вот во время работы в пандемии проявилась эта проблема, когда людям надо показывать экран. Многие малые компании работают на нелицензионном софте, потому что не могут себе позволить его купить. И это такая достаточно серьезная проблема. Здесь тоже государству можно помочь дизайнерам с субсидий на софт. Значит, наше сообщество дизайнеров не сидит на месте. Мы создали Russian Design Council. Это такая цифровая электронная площадка, где разрабатываются различные цифровые сервисы по защите прав. И одним из проявлений мы хотим сделать, чтобы это было очень доступно, чтобы это было бесплатно для дизайнеров в большом объеме. То есть не одно там какое-то депонирование за 5000 рублей, а чтобы это было там сотни депонирований бесплатно. Поэтому помогать дизайнерам защищать авторское право, помогать с патентованием, помогать с различного рода какими-то проблемами, которые возникают с воровством. Знаете, сейчас я на последних стримах часто у дизайнеров слышу уже какое-то отчаяние, что люди не верят, что такое возможно. И говорят, ну да все равно своруют. Это, конечно, в области такого предметного дизайна, интерьерного дизайна, когда создаются объекты, создаются паттерны для текстилей, для обоев. Дизайнеры не верят, что можно навести порядок. Я считаю, что порядок навести можно, и мы сами должны этим заниматься. Это несложно, поэтому такие механизмы уже появляются. Одним из первых проявлений такого рода механизмов – это конкурс, придуманный и сделанный в России, который до 29 июля работает. Там можно подать заявку, показать свои работы по нескольким номинациям. И мы создали инструмент, который автоматически защищает все авторские права человека, который подает. Вот здесь тестовый личный кабинет. Кстати, для тестов, так как действительно происходила официальная защита всех материалов, то мне пришлось создавать вот такого рода абстрактное изображение, причем надо три разных картинки сделать, чтобы ничего не нарушить даже во время тестов, потому что во время тестов тоже происходит настоящее депонирование этих изображений. И эти технологии, я считаю, должны переходить повсеместно. У нас сейчас очень хороший проект с лабораторией 2050 под эгидой Трансмашхолдинга и Автодеска. Конкурс по разработке инструментов генеративного дизайна проводим. Мы тоже хотим сделать и, собственно, уже делаем личный кабинет, который будет построен на этих технологиях. Каждая работа, которая будет опубликована на этом конкурсе, она будет автоматически защищена авторскими правами. Сразу обозначен, кто автор, кто правообладатель. Вы сможете это вписывать. Там могут быть и группы авторов, и группы правообладателей. Вот такие технологии развиваются. Надеюсь, они станут абсолютно повсеместными. И мы повысим таким образом просто культуру взаимоотношения с авторским правом. А это серьезная проблема. Потому что вот у нас, например, договоры с Royalty очень тяжело идут. Это прям единицы успешных проектов, где мы пытались инструменты Royalty включить. И в основном какие-то возникают такие моменты. Ну, чуть ли не давайте мы не будем вам Royalty платить просто потому, что считаем, что это не обязательно. Вот можете ознакомиться с моим докладом в письменной форуме, если интересно. И я всегда на связи. Приходите на конкурс «Придуманный и сделанный в России». Приходите на конкурс 2050 Lab генеративного дизайна. И я надеюсь, что мы и дальше будем активно работать в этой области. И это будет большой интересный процесс. Спасибо. Обязательно будем работать вместе. Мы уже работаем вместе. Ты часть сообщества. И нам вот сегодня, в этот день, хотелось окружить себя настоящими соратниками. Я этот раз упомянул Сколково. Мы с тобой познакомились на днях промдизайна Сколково. И вот говоря о сообществе, промышленные дизайнеры, мне кажется, настоящие подвижники. Потому что все всегда стараются сделать больше и для сообщества, и какие-то придумать что-то, поддержать. И в этом смысле я тебе очень всегда благодарна. Спасибо. Как говорил Маяковский, будущее не придет само, если не примем мер. И это, собственно, краткое содержание твоего доклада. Сейчас, кстати говоря, в профессиональном сообществе, ну, можно сказать, разгорелась дискуссия по поводу того, куда отнести, как вообще систематизировать промышленный дизайн. Она разгорелась в связи как раз-таки с мерами поддержки, связанными с пандемией. И вот вопрос, является ли промышленный дизайн креативными индустриями, если является, то какая часть, какую роль в ней отводится. Очень актуальна. Что ты думаешь по этому поводу? Я знаю, что у тебя есть очень артикулированная позиция. Да, действительно, дискуссия очень живая. Она прям такая, скажем, даже чуть ли не до мата доходит публичного. Потому что дизайнеры почему-то очень боятся, что их причислят в креативном индустрии. Хотя, смотря что такое причислить, вот моя позиция такая, что если вы пытаетесь сделать какую-то вложенную систему, и мы теперь должны подчиняться департаменту, который будет возглавлять именно креативные индустрии, то это весьма спорное утверждение, потому что, конечно, дизайн – это часть большого такого процесса инжиниринга, создания новых продуктов. Мы очень связаны с инженерной проработкой, мы очень связаны с маркетингом, с экономикой, с технологиями, с материаловедением и прочее, прочее. И прям вот нас такими прям креативщиками называют. Мы, да, мы в своем начале действительно креативная индустрия. Поэтому если это лишь просто учет, ну, вот как можно сказать, давайте так, если креативным индустриям скажут, давайте креативным индустриям сделаем послабление, вот как IT и индустрии сейчас пытаются сделать налоговые послабления. Представьте, что также государство скажет, ну, хорошо, всем креативным индустриям налоговые послабления. Я скажу, да, мы креативная индустрия, конечно, потому что отчасти наша работа, наше созидание, оно связано действительно с талантом, оно связано действительно с индивидуальным вот этим проявлением таланта. Но с другой стороны, если мы говорим о том, как нас классифицировать, Вот мы в середине, мы очень странная профессия. Промышленный дизайн, он действительно чудный тем, что он немножко из художества, немножко из искусствоведения, немножко из эмоций, немножко из эргономики, немножко из инженерных дисциплин. И поэтому, конечно, нас легче причислить к каким-то инженерам, к Минпромторгу, например, чем Минкульту. Тоже известная извечная проблема. Учебные заведения, которые готовят промышленных дизайнеров, они должны быть под Минпромторгом или под Минкультом или Минобром. Вот. Значит, это именно удивительность нашей профессии. Мы дирижеры, мы мультиотраслевые специалисты. Вот. Поэтому, да, отчасти мы креативная индустрия, отчасти мы инженерная индустрия. Хорошо. Я очень надеюсь, что наша сегодняшняя конференция поможет найти промышленного дизайна, собственное ID. Мы в этом направлении делаем шаги. И, собственно, для этого в том числе и собираемся, чтобы дискутировать, чтобы обсуждать, смотреть со стороны и принимать какие-то решения. Я тебе очень благодарна. И завершаем твой доклад. Прощаемся с тобой. И желаю, чтобы мы с тобой как можно скорее увиделись оффлайн, каких-то лет. Надеюсь, пора уже. Да, пора уже. Все соскучились друг по другу. Спасибо большое. Счастливо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин